Анастасия Мосина Состоялись первые заседания постоянных комиссий городского совета. Сегодня народные избранники обсуждали исполнение бюджета за 9 прошедших месяцев и вопросы социальной политики. Молодые ученые более десятка стран, неравнодушные к проблеме сохранения самобытности русской культуры и русского языка, приняли участие в 12-х далевских чтениях. Цель – это посмотреть, как предприятия подготовлены к зимовке, как подготовлены зимние помещения, в каком состоянии находится скот, обменяться опытом. Представители сельскохозяйственных предприятий и специалисты районной администрации побывали в трех хозяйствах Каннского района в рамках так называемых взаимопроверок. И теперь обо всем подробнее. В Каннском городском совете депутатов началась подготовка к внеочередной третьей сессии, которая состоится 26 ноября. Сегодня прошли заседания двух постоянных комиссий, где местные парламентарии обсудили насущные вопросы, касающиеся жизни Каннска. Наталья Никонова продолжит тему. Шесть вопросов и раздел – разное. Казалось бы, такая повестка комиссии по бюджету и собственности не предвещала долгого заседания. Но нет. Работа началась с опозданием в 40 минут. Именно столько времени потребовалось, чтобы в зал прибыло количество депутатов, необходимое для кворума. Прошу депутатов относиться более дисциплинированно к участию в работе комиссии. Большую часть заседания занял первый пункт повестки – отчет администрации Каннска об исполнении бюджета за 9 месяцев. Как сообщила замглавы города по экономике и финансам Нина Кадач, на конец сентября бюджет был исполнен на 65,8%. На данный момент одним из самых низких является процент выполнения муниципальной программы в области культуры. Однако по итогам четвертого квартала ситуация выправится. Потому что культурная столица, мы дополнительно большие суммы средств получили, и пока отторговывается, и выполнение работ запланировано на четвертый квартал. В том числе субсидии по ремонту ГДК будут освоены в четвертом квартале. И дорогостоящие культурно-массовые мероприятия, которые у нас еще остаются, это проведение новогоднего праздника. Он, естественно, будет освоено в тот срок, когда подойдет время. Также и с рядом других программ, в частности, касающихся городского хозяйства и инвестиционной деятельности. Между тем, депутаты считают, работу по исполнению бюджета администрации города следует усилить. 65% уже освоено бюджет. То есть это уже тоже цифра. Это уже результат. Но мое пожелание надо поднажать. Мы вновь избранный первый созыв депутата. То есть для нас это еще новое. Мы сами входим в курс. Мы не принимали тот бюджет, который сейчас осваивается. То есть более детально мы будем изучать уже последующий бюджет, который будет приниматься на 2016-2017 годы. Работа над основным финансовым документом года следующего уже ведется. И местные парламентарии осознают весь груз ответственности. Каждый член комиссии понимает, что рассмотрение бюджета не должно нести никакие политические игры и интриги. Мы сегодня должны понимать, что бюджет имеет два серьезных управления. Это социальная поддержка и определение тех, кто человек просто, развитие нашего города, которые являются составляющими и ключевыми. Поэтому все члены комиссии и депутатский корпус готов работать в этом направлении. Также сегодня прошло заседание комиссии по социальной политике и местному самоуправлению. Здесь повестка состояла из 15 пунктов. Правда, семь из них касались рассмотрения ходатайств о награждении почетной грамотой Гурсовета сотрудников канцких организаций. В пятницу парламентарии продолжат работу в других комиссиях. А уже на следующей неделе пройдет третья, внеочередная сессия. Наталья Никонова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», «Пятый канал». К другим темам. Центральную площадь Каннска начали готовить к Новому году. Во вторник предприятие текущего содержания и санитарной очистки приступило к заготовке льда. А сегодня первые 50 ледяных брусков уже привезены. Всего понадобится не меньше 600 льдин. Ведь в этом году ледовый городок из культуры появится не только на площади Коростелева, но и у городского дома культуры, где запланировано принять губернаторскую елку. Что же касается главной елки Каннска, ее каркас начнут собирать уже в начале следующей недели. И хотя на календаре еще ноябрь, город постепенно погружается в новогодние хлопоты. Далевские чтения уже 12-е по счету открылись сегодня в Каннском педагогическом колледже. В престижном мероприятии всероссийского уровня принимают участие и зарубежные гости. В программе двух дней доклады, мастерские и, конечно же, неформальное общение участников. О наследии Владимира Даля, о его вкладе в русскую культуру в педагогическом колледже сегодня говорит каждый плакат. Наглядно представлены стенды с описанием заслуг великого лексикографа и этнографа. Чтения приурочены к дню рождения ученого. 22 ноября исполнится 214 лет, как Владимир Иванович появился на свет. В колледже с особым трепетом относятся к организации и проведению чтений, постоянно придумывая что-то новое и интересное. Студенты и иностранцы будут показывать образцы своей культуры и многое-многое другое. Вот это новое. Раньше у нас в основном были мастер-классы, где мы учили, показывали русскую культуру, рукоделие. Там многие такие вещи, ремесла. А теперь нам сегодня иностранцы будут делать. Вот это новинка. Выступавшие на открытии чтений докладчики так или иначе касались темы русского языка и национального менталитета. Звучали слова о необходимости диалога культур. Гостей из разных стран, а это Китай, Франция, Корея, Монголия, Италия, США и Таиланд, привлекла именно возможность воочию увидеть российскую глубинку и сравнить стереотипное представление о России и реальность. По-моему, и не только по-моему, когда считаем мнение других людей из Кемеруна или из Африки, да, Россия – это хорошая страна. А кроме погоды, да, конечно, кроме вашей погоды. Профессора и студенты, местные и приезжие едины во мнении, что далифские чтения в Канске обладают особенной атмосферой. Это площадка, где можно размышлять о том, что происходит с русской культурой, о том, как противостоять натиску пошлости и создавать образцы поведения и общения, действительно достойное подражание. Так вот, ненавязчиво, неназойливо из молодых людей выращивать народ, который впоследствии будет справедливым, творящим добро. Мы все-таки добрые люди, да, творящим добро. То есть, наше будущее, а следовательно, вот такие мероприятия, они очень нужны. 20 ноября программа «Далевских чтений» продолжится. Разговор большой и многоплановый, разнообразие тем и способов обмена мнениями. Каждый из участников может выбрать интересное индивидуально для себя. Лучший из прочитанного и обсужденного найдет свое отражение в итоговом сборнике, традиционно выходящем по окончанию мероприятия. Яков Востриков, Сергей Молчанов, телекомпания «Канск», пятый канал. «Канск» готов к сезонному подъему заболеваемости ОРВИ и гриппа. На прошедшей неделе завершилась иммунизация населения. Врачи предупреждают, на фоне гриппа обостряются многие хронические заболевания, что чревато осложнениями. И самым эффективным способом защиты остается вакцина. Только за последние полтора месяца около тысячи канцев обратились за медицинской помощью с диагнозом «острая респираторная инфекция». Эпидпорог не превышен, однако количество обращений уже увеличилось вдвое. А на начало января эпидемиологи прогнозируют всплеск заболеваемости гриппом. Медики Каннска завершили прививочную кампанию. Вакцину получили 5404 ребенка и почти 30 тысяч взрослых. Однако, по информации Роспотребнадзора, вакцины для проведения иммунизации против гриппа, выделяемые только из федерального бюджета, не позволяют обеспечить достаточный охват прививками в группах риска. Всего около 75%. А между тем, за счет средств работодателей в 2015 году привито всего 165 человек. По мнению специалистов, средств работодателей, личных средств граждан, привлекаемых, недостаточно. В Каннском межрайонном отделе Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков подвели итоги проведения ежегодной оперативно-профилактической операции МАК. В период проведения операции было изъято более 25 кг наркотического средства МАК и более 6 кг марихуаны. За 9 месяцев работы Каннского отдела из незаконного оборота изъято более 37 кг наркотического средства МАК и более 52 кг наркотического средства Марихуана. Не самая благополучная ситуация в 2015 году в городе Каннске складывается и по отравлению наркотическими средствами, По сравнению с 2014 годом у нас произошел рост. За 9 месяцев 2015 года были зафиксированы 6 случаев отравления наркотическими средствами не среди несовершеннолетних. Добавим, до конца ноября Каннский отдел наркоконтроля проводит оперативно-профилактическую операцию «Сообщи, где торгуют смертью». Круглосуточно осуществляется прием сообщений о незаконном обороте наркотиков от жителей Каннска по телефону доверия дежурной части 27503. Поддержанные автомобили за год поднялись в цене. С начала года цены на автомобили с пробегом не более 70 тысяч километров поднялись в среднем на 25%. Самые большие скачки цен зафиксированы у авто класса «Люкс», сообщают авторитетные печатные издания. Так, цена на поддержанный немецкий седан BMW 3-й серии стала выше на 52%. Это самый высокий процент среди всех поддержанных машин, выставляемых на продажу. Подорожение бюджетных автомобилей идет менее активно. Например, Hyundai Solaris поднялся в цене на 9,9%, а Kia Rio на 13,6%. Однако эксперты также наблюдают падение рыночных цен на некоторые марки автомобилей. Лидером в этом сегменте стал Hyundai X35. Его ценовой спад оценивается до 18%. Специалисты не прогнозируют роста цен на поддержанные автомобили до нового года. Напомним, что в целом уровень продаж авто с пробегом упал на 10,6% в сравнении с прошлым годом. Смотрите выпуски новостей после короткой рекламы. На предприятии Тайнинская продолжается строительство современного животноводческого комплекса. Накануне делегация, состоящая из представителей хозяйств района и специалистов администрации, посетила объект. Детский сад Яблонька в эти дни празднует полувековой юбилей. Сегодня дошкольное учреждение принимало гостей. Хореографический ансамбль «Золотая Эльза» стал участником национальной премии «Будущее России». Также вас ждут новости спорта и прогноз погоды. Не переключайтесь. У мамы розы только свежие цветы и лучшая цена каска. Так, высокая роза премиум, крупный бутон, всего за 80 рублей. Звони 3900. Натуральное дерево – идеальный материал для вашего дома. В наличии и под заказ погонажные изделия для наружной и внутренней отделки. Вагонка, террасная доска из сосны, лиственницы, осины, а также столярные изделия. Имея собственное производство, мы можем предложить индивидуальную комплектацию и выгодные условия каждому покупателю. Центр комплектации малоэтажного домостроения. Гаражная 20В. Детям Красноярского края качественное образование. В край обновляется система среднего профессионального образования, где получают специальности 50 тысяч молодых людей. Команда губернатора – стабильность и развитие. Настройтесь и вы. Отличные песни. Одна за другой. Радио 7 на Семи Холмах. Радио 7. Канск. 105 и 3 ФМ. Салон-магазин «Коллекция кожи и меха» объявляет распродажу. Только до конца ноября. Скидки 40-50% на шубы, дубленки, пуховики. Торопитесь. Гадаловские ряды. Цокольный этаж. В реальной жизни супергероев и не бывает. Пожалуйста, не оставляйте детей на дороге. Вы смотрите новости. Мы продолжаем выпуск. Аграрии Каннского района встретились для того, чтобы обменяться опытом и последними знаниями в сфере новых технологий. Руководители и работники трех предприятий – Большоуринская, Тайнинская и Новотаюжинская – посетили хозяйство друг друга. Об этом в нашей рубрике «Точка на карте». Такие встречи в формате взаимопроверок проходят в Каннском районе уже не первый год. Они позволяют сельскохозяйственным предприятиям оценить и даже перенять положительный опыт друг друга. Посмотреть на то, как и чем живут труженики соседних сел и деревень. Накануне делегация, в состав которой вошли не только представители хозяйств, но и специалисты районной администрации, посетила Тайнинская. Цель – это посмотреть, как предприятия подготовлены к зимовке, как подготовлены зимние помещения, в каком состоянии находится скот, обвиняться опытом. На сегодняшний день у нас взаимопроверка идет в трех предприятиях. Приехала Большоуринская, Тайнинская и Новотаюжинская предприятия. Когда-то этот коровник на 308 голов был свинарником. Объект реконструировали в прошлом году, используя при этом западные технологии. Весь процесс содержания коров автоматизирован. Установлены новые дойные аппараты. Но главный плюс заключается в другом. Полы здесь не деревянные, как в старых коровниках. Использовали новый материал, называется он термолюкс. То есть, тут такие уплотнительные маты и прочный сверху материал. Вот тут уже скотина простояла, сезон. Зимнестойловое содержание. Вот нынче уже второй. Руководство предприятия Тайнинская старается работать на перспективу и смотрит далеко в будущее. Несмотря на неплохое состояние своих сельскохозяйственных объектов, здесь уже планируют строительство новых, еще более современных. В настоящее время готова проектная документация для комплекса беспривязного содержания животных на 1200 голов. Ему суждено стать самым крупным в районе. Мы знаем, что сегодня, если мы не успеем переходить на новую технологию, на новые сооружения и здания, на самом деле будет в будущем нам тяжело выживать. Для этого принято решение построить в районе один из крупнейших на 1200 голов коровники. Уже завершаются работы по строительству административного здания и котельной будущего комплекса. Шесть коровников расположатся на территории площадью в 25 гектаров. Их строительство планируется начать летом. Согласно графика, комплекс дадут в 2018 году. Он позволит увеличить поголовье крупнорогатого скота практически вдвое. Но не только в материальном благосостоянии заключается успех хозяйства. Главный и наиболее ценный ресурс – это человеческий. Сотрудники предприятия преданы своему делу. Валентина Мус работает телятницей в Тайнинском уже 40 лет. Заботится о телятах с самого рождения и до полугода. Труд непростой, но благодарный. Голов по 70 набираем. А то и когда в летний период есть побольше, если место есть. Ну так же самое. И болеют, так же самое. И воспаление, так же самое. То, где и ногу подвернёт. Всяко бывает. Как с маленькими дитями. Так же самое. Тоже температурю. Оба сына Валентины также работают на предприятии Тайнинское. Молодёжь не уезжает из села. Здесь они находят работу и поддержку. А с введением новых современных сельскохозяйственных объектов, рабочих мест станет ещё больше. Анастасия Мосина. Специально для рубрики «Точка на карте». Детский сад номер 11 празднует 50-летие. Юбиляры принимают гостей. Готовились к этому дню и воспитатели, и дети, и их родители. Сегодня педагоги «Яблоньки» пригласили коллег на открытые занятия и поделились опытом работы по новым государственным стандартам. Рассказывает Ольга Величко. Этот год выдался урожайным на юбилеи образовательных учреждений. Круглые даты в 2015-м отмечают 8 школ и детских садов. Сад номер 11 – один из старейших. В свой праздник коллектив дошкольного учреждения делится опытом и последними наработками с коллегами. Сегодня воспитатели и руководители других садиков получили возможность посмотреть, как здесь формируют инициативность и самостоятельность у ребят. Это одно из таких ключевых направлений федерального государственного стандарта. Понятно, что он реализуется только один год. И понятно, что есть первые, только самые первые крупицы опыта, но они важны, в том числе самому коллективу получить оценку по правильному пути идет педагогический коллектив, в том числе и тем воспитателям, руководителям, которые пришли из других образовательных организаций. Сравнить, как они в своих образовательных организациях поступают правильно, неправильно, и посмотреть, перенять опыт у своих коллег из дошкольного учреждения «Одиннадцать Яблоки». Вообще, юбилейные мероприятия в одиннадцатом садике запланировано провести в два дня. Подготовка к ним была делом ответственным и волнительным. Ведь хотелось познакомить гостей с главной гордостью дошкольного учреждения, коллективом, который успешно сочетает традиции старшего поколения педагогов и новые взгляды молодежи. В этом году у нас пришло много молодых специалистов. И, конечно же, сложность была в том, что надо было этих людей как-то адаптировать к той обстановке, которая уже была в детском саду. К тому, к ближнему коллективу, к тем традициям, которые уже сложились. И с этой задачей в саду справились успешно. Об этом говорит то, что дети с радостью приходят сюда каждое утро. Ведь дошколятам абсолютно все равно, какие в стране действуют образовательные стандарты и по каким программам работают с ними педагоги. Малыши просто любят свой садик. Глеб, расскажи, а ты свой садик любишь? Угу. Расскажи, а за что ты его любишь? Почему любишь? Потому что мне нравится в него ходить. Я уже давно в Красноярске жил-жил, в садик хотел. Я люблю дружиться с всякими детями. У тебя много друзей? Много. А чем вы вместе занимаетесь, расскажи. Играем во всякие игры, занимаемся чем-нибудь, рисуем, поделки делаем, все, что угодно мы можем делать. И пока малыши так тепло отзываются о своем садике, педагогический коллектив может быть спокоен. Это значит, их работа важна и нужна. Ольга Величко, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Хореографический ансамбль «Золотая Эльза» вернулся из Москвы с дипломом финалиста национальной премии в области культуры и искусства будущей России. Завершающие мероприятия премии прошли в столице в минувшие выходные. Накануне на вокзале юных танцоров встречали родители и наша съемочная группа. Букеты из воздушных шаров, праздничные растяжки в руках и радостное ожидание на лицах. Так родители воспитанников коллектива «Золотая Эльза» встречают юных танцоров и их наставника из Москвы. Напомним, в столице «Канский ансамбль» представлял весь Красноярский край в финале национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России». Наши земляки достойно выступили на московской сцене и вернулись домой с кубком и дипломом финалиста. Мы очень довольны, посмотрели очень высокий уровень нашего мастерства в России. Премии были вручены две – Екатеринбургу и Перми. Но остальные, естественно, победители, финалисты этой национальной премии. Многочисленные репетиции, выступления в числе лучших из лучших, волнительное ожидание результатов, экскурсии по достопримечательностям. Программа пребывания ребят в столице была очень насыщенной. И вернулись они с массой эмоций и планами на перспективу. В Москве мне понравилось. Были довольно сильные номера, сильные коллективы. И было трудно. Появилась цель еще больше побеждать, открывать какие-то новые горизонты, можно так сказать. Национальная премия «Будущее России» в этом году проводилась впервые. В том, что мероприятие по статусу и форме организации, схожее с театральной «Золотой маской», будет жить долго, уверены все. И в следующем году ансамбли, которыми руководит Олеся Евдокимова, вновь будут бороться за право войти в число лучших хореографических коллективов страны. Наталья Никонова, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Новости спорта. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Олимпиец» приняли участие во Всероссийском дне самбо в городе Красноярске. Всего в соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из 15 территорий Красноярского края. По результатам встреч, кандские борцы завоевали 30 медалей. Из них 4 золотых. Первое место заняли Егор Борисов, Елена Михайлова, Анна Меньшикова и Владимир Ермаков. Тренируются спортсмены под руководством тренеров-преподавателей Людмилы Берняцкой, Александра Леджи, Ольги Татарукаваленко и Ларисы Власовой. Выпуск завершит подробный прогноз погоды от Евгения Елисеева. Я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, но также в крае и стране можно на нашем сайте. www.5-канал.info Не забывайте заходить на наши странички в социальных сетях. С вами была Анастасия Мосина. Всего доброго и до свидания. Доброго времени суток! Вы смотрите прогноз погоды на 5-м канале. С вами Евгений Елисеев. В эту пятницу отмечается один из самых добрых праздников мира. День ребенка, направленный на обеспечение благополучия детей на всей планете. Также этот день примечателен тем, что 20 ноября появились на свет многие известные персоны. Это балерина Майя Пресецкая, актеры Михаил Ульянов и Алексей Баталов, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Спонсор прогноза погоды на 5-м канале торговые центры Евродекор. Акция «Товар месяца» в торговых центрах Евродекор. Весь ноябрь покупайте обои со скидкой 13%. Евродекор. Приятно выбирать, выгодно покупать. 20 ноября в Канске облачно. Ветер северо-восточной силой от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Температура ночью минус 17, минус 21. Днем минус 14, минус 18. Не важно, какая погода за окном. Главное, чтобы настроение всегда было солнечным. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!